В Душамбе прошел фестиваль. В честь стартовавшего Евро мероприятие посетили не только любители футбола, но и настоящие профессионалы. Посетители ждали игры и конкурсы с призами. Какие, расскажет Абубакров и Зулоев. Хоть Таджикистан и находится в другой части света, но чемпионат Европы здесь ждут не меньше, чем в других странах. Неудивительно, ведь на Евро играют самые известные футболисты мира. На фестивале повсюду их макеты. Каждый находит здесь своего кумира. Чтобы сделать памятное фото. Первый аттракцион с мячом встречает посетителей прямо у входа. Здесь любители футбола проверяют себя на прыгучесть. Приз, шарф и футболка с логотипом сборной страны побеждают только самые ловкие. Очень сложно было допрыгнуть до мяча. Он был на уровне двух с половиной метров. У меня получилось только с третьей попытки. Я очень рад, что получилось. Мне вручили шарфик. Большое спасибо. Таджикистан, вперед! Поиграть в футбол, приставку или сделать эффектное видео на специальной камере – найти развлечение по вкусу здесь может каждый. Фестиваль по-настоящему футбольное развлечение с мячом здесь можно встретить буквально на каждом шагу. Например, вот на этом можно выиграть футболку, если больше 20 раз набить мяч. Спортивный азарт взял верх и надо мной. Решил сам поучаствовать в чеканке мяча. Судьи насчитали 57 раз. Это в два раза больше, чем требовалось. Чтобы по-настоящему проверить свои футбольные навыки, организаторы пригласили профессионального игрока. ТТ – легионер одной из столичных команд. На небольшом импровизированном стадионе он с гостями играет в футбол. Победа достается тому, кто быстрее забьет два гола. Пока еще никто даже близко не приблизился к победе. Наблюдая со стороны, им кажется, сейчас выйду и выиграю, но выходят и проигрывают. Игры и конкурсы сопровождались музыкой и песнями в исполнении известных таджикских артистов. Здесь же на большом экране можно посмотреть и матчи Евро. Приехали из Америки на месяц на каникулы. Там такого мы много не видим, но здесь атмосфера, чтобы посмотреть футбол, вообще классная. Четыре года ждали этого Евро. Болею за Аргентину, но все равно Евро поддерживаю. Всем командам желаю удачи. Фестиваль футбола стал самым массовым молодежным событием с начала этого года. Ее посетили более тысячи человек. Абубакар Файзулоев, Парвис Манонов, МИР24.